What's up, народ, на связи с Финн 23, серия Бункера Побег. Вот я не понимаю, блин, зачем спойлерить немножко, вот, как бы, серию, да, типа, потому что на превьюшке нарисовано то, что Лина и Де Мастер бегут, и, собственно, серия ещё Побег называется, ну, как бы, спойлер такой, знаете, в названии, блин, ну, вот, зачем так? Ну, ладно, хоть уже и понятно, что, в принципе, будет, может быть, какой-нибудь кликбейт, хрен его знает. Ребят, может быть, соберёмся шмотки, соберёмся наши вещи и отправимся в этот заобиокат, их там, вроде бы, 50 человек, и они смогут нам помочь. В жопу! Ну, не знаю, Док, на заобиокате вроде как каннибалы проживают. Ребят, а может, лучше отправимся в ту деревню, где мы были с Константином, мы, вроде, как, 6 лет их вернулись. А что, если Константин вернётся, а нас нет? Виталий, ты уверен, что он вернётся? Мне кажется, он уже того. Док, не говори так! Мы не видели его твой, а это значит... Это значит, что он может быть ещё жив. Вообще, я предлагаю остаться здесь, укрепить вход, взять оружие и продолжать обороняться в бункере. Так как мы не знаем, чего ждать от людей заобиоката. Да и у нас здесь есть огород. Чё, бронь? Да и в бункере есть, на всякий случай, чёрный выход в пещере. Виталий, ну, мы так и не нашли дополнительный выход из этих пещер. Так, мы осматривали... В яме, в яме, что выход может быть, это там. Ладно, давайте останемся. До любого, слушай, а что, если нам взять оружие, снять с них броню и оттащить их в пилу в лес? Хорошо, Виталий, давайте идти займёмся. А, нет, олень, который вы пострелила, кажется, уже пух. Жалко, азар, ну, не так, что склонность ещё можно снять, оно нам пригодится. Ах, ладно, док, я этим займусь. Бля, корабль какой. Он размером с дамбой. Давай, пошёл, сы, к неру. Да, да, окей. Да, да, пошёл в жопу. Опять, да, но проходи. Реклама, 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 реклама. Ещё и пропустить нельзя. Не люблю такую рекламу. Ну, можно как-то вот это самое. Побыстрее, пожалуйста. Ну, как бы, чуть-чуть, ещё чуть-чуть. А, опа, опа, а, давай. Спасибо. Ай, что это? Привет, тебя зовут Константин, правильно? Да, правильно. А, вас как зовут, девушка? Меня зовут Лина, и я хотела поговорить с тобой об одном деле. Да, мы можем с тобой поговорить, но сперва я хочу сказать тебе спасибо. Как я понял, это ты меня спасла из лапта у сумасшедшего, который меня так жёстко отмудохал. Ой, да не парься, мы здесь все в одной лодке, нас всех поймали эти мародёры. Надо как-то выбираться, и у меня уже есть одна идея. Если ты хочешь, можем провернуть небольшой побег. Ну, камон, ты можешь узнать, кто вообще они такие, типа, сразу, блин, на побеги, типа. Это уже интересно, только, знаешь, я не доверяю здесь всем. Узнай, кто они такие. Ну, в нашей с тобой камере. Чего ты можешь подойти поближе и обсудим этот план, ну, между собой. О, хорошо, ты прав. Раз в несколько дней нас выводят в душевые кабинки. А мы всё слышим. Они находятся прямо здесь, за дверью. Сегодня вечером как раз тот самый день, когда нас поведут мыться. Фишка в том, что дальше по коридору находится иллюминатор, а нас поведёт всего один охранник. Мы можем взять окнетушители и разбить окно иллюминатора, а потом выпрыгнуть и упасть прямо в воду. Ну, это же громко будет. Ну, что-то такое себе план, честно. Типа. Но для этого нам надо будет вырубить охранника. Слава богу, обычно не ходят по одному. Куда не прыгну? Ну что, ты в деле? Да. Куда в воду, вроде? И типа, ну, как бы... Будет всё слышно и, не знаю, из корабля сразу запахнет. Потому что там ещё плыть надо берегу. Интересный план. Хорошо, я в деле. Я с тобой. Отлично, договорились. Я дам сигнал щелчком. Как только я щёлкну, сразу же валим охранника. Оглушаем его и разбиваем иллюминатор. Договорились? Хорошо, Лина. Договорились. Босс у нас важные новости. Ну и чё там такое? Наши разведчики доложили, что с корабля ушло пять человек. Ха. Ой, как сразу? Планы блин, струя. Они сейчас ослаблены, да? Что прикажете делать босс? Ммм, ну смотри, я остаюсь на тамбе, а ты собираешь отряд из десяти человек и идёшь прямиком на корабль. Твоя задача не взять и удержать его штурмом, а перестрелять как можно больше людей. Понял? Указу, что он идет по столу, когда не сгруппируется. Даже если вы успеете положить всего пануть, а не сразу вовремя решим свалить. Наша задача ослабить и деморализовать их, понял? Да, босс. У них слишком большое влияние на это. Вот он перестрелка будет и ловить. Так что давай, давай, быстрее. И жду тебя только с хорошими новостями, понял? А то после бункера я просто невозможно зол. Так точно. Подорвали пердак. Костян умеет это. Ля, какие, а? Ля, какие ходят туда. С калашами уже в бронь. Я уже закончила. А? Вы что, придурки, меня пугаете? Вы охренели, что ли? Саша, прости. Мы просто с оружием ходили с ним. Очень круто. Ну и... Дилайки с дырков в лесу оставили. Хорошо, но теперь нам нужно что-то сделать с бункером. Так, снимайте броню, оружие и давайте заделаем. Саша, зачем снимать броню и оружие, да и еще прятать в бункере? Нам предстоит сделать много работы после... Она мешается на бункер. А с этой броней и оружием ваше КПД будет в два раза ниже. Ну, тоже верно. Ладно, Виталий, пойдем, послушаем все это броня и оружие в бункер. Пойдем, док. Недолго проходили с ним. Ну что, я думаю, успеет еще. Ну что, Саша, есть какие-то идеи? Да, есть. Пока что все, что мы можем, это заделать досками в ход. Но ведь это не остановит бандитов в следующий раз. Да, именно поэтому мы сделаем еще один упорный пункт вот здесь. И как ты себе это представляешь? Мы сделаем двойную ограду из дерева и напомним ее камнями. Возможно, это хоть как-то защитит нас от выстрелов. Ведь просто дерево пули без проблем пробивают. А что, думаешь, камни они не пробьют? Я не знаю, Виталий, но это лучше, чем ничего. Ну, тогда заделай, ребята. Слушайте сюда, уроды, через два часа идем мыться, а то от вас воняет, как от скота. Поняли? Походу вы поняли. Ну все, через два часа идем мыться. Они вообще-то не ответили, что они поняли. Они им же запрещают говорить. Это наш шанс, нельзя его упускать. Да, хорошо, я все помню. Кто с нами? О плане знаем только я, ты и тот парень, который на тебя напал. Знаешь, а ему вообще можно доверить? Он ведь чуть не грохнул меня здесь. Просто доверься ему, я с ним уже обо всем поговорила, и он не будет на тебя нападать. Просто доверься ему. Ладно, по ходу выбора у меня нет. Будем действовать. Жаль. Очень опасно. Так, сбегать, конечно. О, это уже другие челы. Начинаем стрельбу. Они как раз сейчас плюс отвлекут. Охренеть тайминги жесткие по центре. Охренеть. Они сейчас начнут перестрелку, и тот охранник вообще отвлечется. И челы вообще по халяве сбегут. Моей команде. Раз. Эмба. Два. Три. Ну как совпал, так? Ну так, ребят, у нас всего два душа, поэтому вы проходите первое. Проходите. А, ну вы подождете. Что за тревога? Какого хрена? Давай! Найс. Эх, ну вы, ребят, даете. Андрюха, нет времени базарить. Нужно быстрее убивать огнетушителем. Пойдем. Так. Ребятам нужно подвинуть эти бочки. Помогите мне. Фух, отлично. Получай, стекло. Готово. Так. Лина, ты первый лезешь. Давай. Давай, 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 Лин, давай. Андрей, ты следующий. Давай, пошел, пошел, пошел. Давай, давай, давай. Ну, Андрюха. Хорош. Теперь моя очередь. Так, давай, сраное окно. А, я почти вылез. Че так вот? Акс! Не, ух, ребят, я почти тут. Ну, то он должен был убежать, типа, на тревогу. Все за кухрена. Саш, пойдем поможешь мне с камнями. Ёпту насрало. Че так же грустить-то? Походу, это надолго. Ладно, приступаем. Просто твери, реально. Та задолбал, мы чай. Я придет босс и поговорит с тобой. Сиди смирно и не рыпайся. Ты меня понял? Капитан, из-за этого дебила у нас сбежало двое. Тааак. Ну и кто сбежал-то, собственно говоря? Да, Дебби, которого поймали три недели назад. И баба, которая понравилась Сашке. Я тебя понял, сержант. Хорошо. Сходи, пожалуйста, за моими, так сказать, инструментами для пыток. Так, а я пока с ним поговорю. Может быть, сможем выйти себе за этого. Ступай. Так, точно, капитан. Пипец. Кто тебе разрешил говорить? На, сука! Ты будешь говорить тогда, когда я разрешу тебе говорить. Понял меня? Хорошо. Тогда прямо сейчас я сниму с тебя этот клятв и буду задавать вопросы. И я хочу слышать только правду. Обманешь меня еще раз, и ты покойник. Хотя из-за тебя сбежали двое, поэтому... Ты и так, считай, уже одной ногой в могиле. Ха-ха-ха-ха. Так, как из-за тебя сбежали двое, а самое главное, баба, у нас с ними дефицит сейчас, понимаешь ли. Хе-хе. То я даже не знаю, как мне тебя изувечить. Или, может, сразу подвесить. Но это будет слишком просто. Наверное, стоит сначала отрезать тебе пальцы. А перед этим ставить под ногти железные пластины. О-о-о, это моя любимая. Слушайте, как вы кричите, уроды. Не убивайте меня, пожалуйста. Я сделаю все, что скажете. Прошу вас. Заткнись, сука. Кто тебе разрешал разговаривать, тварь? Капитан, я принес. Ну и что ты там стоишь? Тащи свою задницу сюда и выкладывай все на стол. Так, точно. Капитан, я принес веревку, ножницы и мачете. Что-то еще нужно? Нет. Ты свободен, сержант. Жди меня у контейнера. Если что, я тебя позову. Хорошо? Так, точно. Так, ну и что мы будем с тобой делать? Может быть, все-таки начнем с мачете? Или сразу с ножниц? Ну, да тебе повезло. Кажется, кто-то что-то от меня хочет. Да, это я. Слушаю, что такое? Капитан, мы на месте. Здесь действительно есть какое-то поселение. Отлично. Оно большое? Что там по ресурсам? Видимо, этот парень нас не обманул. Хорошо. Я прямо сейчас его допрашиваю. У вас есть 10 минут. Посмотрите. Если там действительно много ресурсов, тогда я не буду его убивать. Капитан, а зачем вы хотите его убить? Он же нас не обманул. Да из-за этого дебила у нас двое сбежали. Почему из-за этого не говори? Та баба, которая ему приглянулась, тоже сбежала. Что? Ладно, не буду ему об этом говорить. Деревня тут небольшая, мы быстро осмотрим ее. Конец связи. Сержант! У него еще сами как бы сподвигли на побег. А не он их. Поэтому он не виноват. Увлади этого дебила отсюда. Так точно. Тебя, это же солнце садится. Может, продолжим нашу работу завтра? Да. Честно, я уже устал. Не отказал себя от вкусной еды, что приготовит Виталий. Ребят, я-то приготовлю, но экономить нужно, сами понимаете. Поэтому сегодня обычная порция. Как жаль оленина протухла. Я уже предвкушал это вкусное мясо. Ничего, док. Завтра попробую поохочиться еще раз. О, это отличная новость, Сашенька. А мы пока доделаем нашу защиту. Хм, может не идти на охоту, а посчитать книгу про ловушки и сделать их по лесу? Да, это тоже неплохой вариант. А может быть, ты лучше пройдешься по лесу и найдешь разные ресурсы? Да, тут нужно принять решение. Давай быстрее шагай, а то плетешься как улитка. Давай, проходи. Ну, что, ну, сейчас завалит. Блин. Что за херня, чего из-за вас наступили? Капец. Простите, ребята, мы просто, ну, устроили микропобег, сори. Не вышло. Тебя как зовут? Эдуард. А меня Костян. О, как ты сюда попал? Я работал на дамбе, пока не случился военный переворот. Я хотел сбежать, но меня вспоймали люди с корабля. Понятно. Эти ублюдки с дамбы тоже над тобой издевались? Да, там происходили ужасные вещи. Ох, Эдик, прости, пожалуйста. Я не думал, что из-за наших планов вы пострадаете. Надо было вас тоже... Эй, а ты передо мной не хочешь извиниться? Да, и перед тобой тоже стоит извиниться. Ребята, я хочу перед вами обоими извиниться. Надо было, наверное, тоже вас в курс планов ввести. Просто... В общем, да, но как-то, ну, некрасиво, типа. Прям таки забежали, хотели забежать. А эти челы что-то, ну, вообще, как бы не в курсах. В ситуации сложно кому-либо доверять. Вдруг один из вас оказался бы, ну, шпионом этих ублюдков. Так, капитан придумал для вас роботянку. Так что давайте собирать все ролы. Сейчас я выдам вам холодное оружие. Мы откроем вам этот люк, и после этого вы отправитесь на нижнюю часть корабля. А, товарищ сержант, а зачем он туда? Я тебе чё, разговаривать разрешил? В нашем корабле есть пробоина. Но это не проблема, так как у нас есть насос на корабле, который постоянно откачивает воду. Однако, насос сломался, и мы не можем его починить. Слава богу, среди вас есть инженер с дамбы. Поэтому вы отправитесь туда и посмотрите, в чём там дело. По опросу? А почему вы сами не сходите, не посмотрите? Это же вроде не так сложно звучит. Не хотите что-то за это... Замочиться в воде? Хороший вопрос. Мы уже отправили туда одну группу. Однако, оттуда никто не вернулся. Потому что на нижнем уровне всё кишит зомбарями. Поэтому мы отправляем вас, потому что вас не жалко. А что будет, если мы справимся с своей работой? Дай-ка подумать. Ничего. Мы вас отпустим. О! Серьёзно? А это хорошая награда. Хорошо, я в деле. Ладно, берите оружие. Они вот в этом шкафу. И я открою вам юг. Давайте, подходите, берите оружие. Только без глупостей. А то мои ребятки вас порешают. Ужесть. Ну всё, я открываю, а вы полизайте внутрь. Я вас закрываю. Как закончите? Постучите три раза в двери. И мы вам просто откроем. Ха-ха-ха. Ребята, у меня есть план. Что у тебя за план, братишка? Может, мы не будем чинить генератор, а найдём пробоину в корабле и просто уплывём отсюда? Но они же обещали нас отпустить, если мы починим генератор. Да, но... Они могут обмануть? Они ведь могут нас обмануть, а? Вот именно поэтому давайте поддерживаться моего плана. Я предлагаю проголосовать. Прямо сейчас в телеграм-канале вас ждёт опрос, который вам... У меня был такой в мыслях, и они как раз-таки это озвучили. Такой, типа, вариант событий, да. А то, что... Вам предстоит решить... Да, блин. А то, что можно, типа, свалить оттуда через эту самую пробоину. И мне кажется, это будет хорошим очень даже вариантом, в отличие от другого второго варианта. Потому что, реально, мародёры эти странные, они могут как бы обмануть. И так да, и так да. А что будет тогда, это мы уже, собственно, узнаем в следующих сериях. Если, собственно, будет такой исход. В общем, друзья, буду на этом заканчивать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Финн. Всем удачи, всем пока, друзья.